Сказка восьмая. Про мое. Привет, народ! И будьте все здоровы! А мы с подарком к вам опять! Сегодня про великое мое готовы сказку рассказать. Поспорили как-то власть, деньги, религии всякие и прочие персоны важные, вроде земли родовой да крови царской. У кого из них сакральность больше? Кто магическую силу над людьми сильнее имеет? Много их собралось в огромном зале. Все такие гордые, от собственной значимости надутые. Сели претенденты на царствование за огромный круглый стол, вывалили на него свои сакральности и давай меряться. И так клали носители сакральности свои достоинства и сяк, только не было явного лидера среди них. Но не сдавались претенденты на господство земное. У каждого находился аргумент в свою пользу. Больше всего переругались религии. Никто из них не хотел уступать первенства, а потому рубились в смерть, себя не жалеючи. В их спор жаркий вмешались деньги. Деньги с усталостью в голосе. «Хватит вам спорить понапрасну!» «И так понятно, что я важнее, а потому сакральнее всех вас. Без меня вы все ничтожества. Как ни крути, я рулю интересами вашими. Куда захочу, туда и пойдете. На что укажу, то правдой для вас и будет. В любой навязанной мной бессмыслице смысл искать будете. И поверьте мне на слово, найдете». «Возмутились религии гордые. Да как ты смеешь источник зла и пороков всяческих путать Божие с праведным? Ужель не знаешь ты, что сакральность с Богом связана, а не с материи тлену подверженной?» Ничего не сказали деньги на высказывания дерзкие. Только улыбнулись ехидно. Потом достали монету большую из чистого золота и на стол ее бросили. Завертелась монета волчком, в танце безудержном, ярким светом застилая глаза присутствующим, их пороки во всей красе обнажая, да на белый свет из глубин вытаскивая. Все мгновенно затихли, действом магическим завороженные, тем самым признавая первенство за деньгами коварными. И уж было улеглись споры ожесточенные, затихли голоса некогда непримиримых противников, как задрожал пол под ногами ихними, и вошло в зал мое огромное. «Подошло мое к собранию великому, со всех сторон уважаемому, достало свою сакральность из мешка на вид бездонного и опустило его на стол с грохотом, да так, что стол переломился надвое. Никто спорить не стал, не противился очевидному, только деньги не желали победы свои отдавать гостю незваному. Деньги! Кто ты, чудо незванное? И по что нас, уважаемых, вводишь в замешательство, хозяйством своим, по правде сказать, огромным, разбрасываясь? Почему про тебя ничего мы раньше не слыхивали, и откуда у тебя так много сакральности набралось? Уж не вор ли ты? Мое с удивлением. Кто я? Я тот, кто глубоко в каждом сидит до поры до времени. Про меня мало говорят, но в уме всегда держат. А потому все чтут меня и преклоняются. Даже вы спорить не станете, что я больше вас и имею власть над народами безграничную. Деньги! Но нет больше силы на свете, чем сила злата-серебра. Это знают все. Мое! А толку что в огромной силе вашей, коль нет вас у меня? Какое дело мне до денег и земли, или власти, или религий ваших, коль не могу сказать, оно мое? Да, даже жизнь и власть безмерная в глазах моих не стоят ничего, коль не мои они. Да, я не спорю, за каждого из вас готовы многие на смерть пойти и на убийство. Но только многие, не все. А за меня восстанет каждый. Ведь в этом суть людская, чем-нибудь владеть. Пусть лишь в мечтах несбыточных, но все же. На этом сказочка заканчивается. Для тех, кто слушал, у нас совет имеется. Не стоит надевать на вещи, вовек в земле привязанные, сакральные одежды и позволять собой управлять, диктуя нам условия лихие, лишая на спасение надежды. Сакральность, воспевающая превосходство, или какой другой порог земной, короткий путь гордыни лютой, виновницей всех бед, ведущей к гибели людской. Приходит человек на землю голым, и голым отправляется к отцу. Он может взять лишь то, что поместится в душу, и это явно не блестящий золото кусок, будь он философ, олигарх или пророк. Из толпы. В чем же сакральность кроется? Сакральность кроется в любви бескорыстной, в готовности пожертвовать собой ради другого, пусть даже не родного, но живого. И если отзывается душа на те слова, что сказаны здесь нами, не все еще потеряно, друзья, и лучший мир уже не за горами.